Привет, дорогие друзья! Новый день, новая задача стоит задача следующего характера парни с клана с клуба попросили привезти с Европы автомобиль изначально это был Kia Sportage, либо же Kia Sorento, скорее даже с Kia Sorento был в приоритете, потому как цена приблизительно у них абсолютно одинаковая но с Sorento все-таки автомобиль чуть-чуть с большими возможностями не суть теперь приоритеты поменялись стоит приоритет привезти автомобиль Skoda Octavia в кузове A5 или же это будет Skoda Super B будем уже посмотреть на месте в приоритете стоит двигатель 1.9 турбодизель по комплектации там уже будем посмотреть но если интересно лично мое мнение то Skoda это немножко не тот автомобиль который нужно брать Европе вследствие того что они слегка там ржавеют и периодически подкрашиваются но это не спасает кузов не обработан изначально в Европе их не обрабатывают дополнительно редко кто этим занимается основная масса людей автомобиль не обрабатывают потому что там средства передвижения а не как у нас покупают автомобили на долгие годы и следят за этим кузовом чтобы нигде ничего не появилось мое мнение я сомневаюсь что люди увидев какие там автомобили Skoda тем более бюджет не маленький бюджет мы имеем для приобретения автомобиля там это в районе 4000 евро я уверен что за эти деньги можно найти автомобиль лучше имеется ввиду по состоянию кузова возможно это будет Audi A4 возможно еще что то будем посмотреть как говорится прямого автобуса Киев Таллин не будет определили город Таллин потому что там большее сочетание цены и качества автомобилей имеется ввиду для выбора машин в одном месте дабы сэкономить бюджет людей не кататься по разным странам не тратиться на топливо не тратиться в принципе на дорогу на командировочные поэтому был выбран город Таллин но с учетом того что прямых билетов сегодня 21 января прямых билетов Киев Таллин нету до по моему 4 или 5 февраля потом они конечно появятся но потом нам будет поздно поэтому поедем с пересадками изначально это будет Вильнюс с Вильнюса в Ригу с Ригу с Риги бог даст будет прямой автобус на Таллин не будет значит поедем через Тарту или через Пярну в общем есть протоптанные пути дорожки и разница на самом деле будет небольшая там в районе 25-30 евро плюс на поездки ну единственное неудобство это куча пересадок но как правило долго ожидать не приходится автомобили там ой автомобили автобусы ездят более менее нормально будем пробовать добиться успеха будем пробовать добиться успеха так что то это все с Продолжение следует... 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 плохого поганого черного дыма нет запаха резкого тоже а 2 шкода так вот здесь вот что это такое так завелся мотор сейчас мы смотрим крышка тарахки да я понял вот и меня вот и 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 нечистка. Дальше. Чехлы это хорошо, внешние. Так, как всегда, вот здесь. Раз. Здесь двери живые. Так, что у нас здесь. Здесь все хорошо. Капут двери. Краска ушла. Крышка подажничка. Угу. Так, что у нас с бампером бампер чуть-чуть ушел почему-то. Вот здесь слой с подклевочки. Все хорошо. Крышка багажника не ржавая. Легкая коррозия на форунге. Двери опять-таки нормальные. Это просто грязь. Ну, и вот здесь порог. Уже с дверями двери начинают пробить. Здесь вроде более-менее живые. Сейчас будем почитать. Armit. Субтитры создавал DimaTorzok Следовательно. Один в студии closest by station Кафе. очередная а 5 здесь у нас вроде как фара не на своем месте вот это мелочи жизни так в общем в целом чё-то какая-то история с бампером приключилась где-то были лились подогрев арка тут у нас все хорошо почти легкая коррозия здесь здесь начинается резина шипована и сейчас откроем так вот ржавчины на порогах нет дверь мелочь это вот этот обогреватель да это чудо хорошо так это она это просто грязь уже все хорошо вот такой внешний вид потолок чистый тут уже с пластмасской чуть не сложилось задний парка здесь совсем чуть-чуть дети в машине это прекрасно ну сейчас пока больше вопрос по целостности кузова чем по химчистке значок выгорел а зато он есть в отличие от большинства украинских машин где их просто воруют вот тут легкая ржавчинка так это просто грязно тут что-то уже красилось чистый порог люденькая коррозия натор работает ровно Вот полиция кого-то остановила. Хорошо выглядит, красивые чуваки. Вольво где-то что-то нарушил. Наверное, что-то нарушил. Я не видел. Я не видел. Шкода Октавия. По-моему, уже пятая сегодня. По аркам. В принципе, чуть-чуть вот здесь вот есть. Куррозия. По порогам все хорошо. Как ни странно, двери. Двери чуть-чуть начинаются. Уголочки. Так, задние пороги все хорошо. Задние двери. Прекрасно. Так, салон. Салон бежевый, чистый для людей, которые в грязной форме сюда лезть не надо. Так, тут все хорошо. Здесь тоже. Так, крышка целая. Так, тут поле линии. Так, вот здесь вот легкая коррозия. Они как бы на всех Октавиях. Так, это на что, крашивали, что ли? Здесь все хорошо. Здесь вроде тоже. Чистота, что у нас с потолком. Прекрасный чистый потолок. И две вонючки. Здесь с дверями все хорошо. А можно капот дернуть. Пока оно считается. Так, здесь. Если считалось, туда можно глушить. Ну, сейчас послушаем, как оно. Да, я недавно масло меняли, что фильтр такой чистый. Да, масло меняли. Ну, перед продажей. Чуть-чуть почистили. И масло поменяли. Элементарное обслуживание в сервисе. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас принесут еще будем посмотреть не а восьмая дизель не подходит надо бензин а 6 правда что тут уже надо просто и заводить темно уже ничего не видно сейчас я ее заведу что же я заведу если она сканируется я дочитал за положу мотор только зову мотор холодный работает и очень тихо и очень ровно радиатор то ли новый то ли не забитый имеется ввиду камнями по зазорам нормально ну здесь чуток совсем на ручке седан а где она сейчас прошу я снимаю и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот обещанный Allroad По машине чеков 1000 на 8 евро Ну правда это за всю ее жизнь, но тем не менее все делалось в одном месте Зеркальце не очень хорошо с зеркальцем Подушки пневмо поменено совсем недавно, если надо есть чеки 2004-го, Кирилл? Да 2004-го года Фаркоп как мне нравится Места мало чтобы охватить нормально, но в принципе сейчас попробую пособирать все глюки Второе зеркало тоже где-то не пролез Так, ну в общем и целом Так, салон Салон на кнопочках Так, ездит вперед-назад Салон Рикара Ну не такой красивый, как я на прошлой неделе пригнал Но в принципе тоже Кнопочки чуть-чуть Подзапиленные Ну в принципе, что у нас тут с пробегом Пробег такой Сейчас мы ее Кстати, заведем еще Вернее сейчас я поставлю, чтобы почитала А потом заведем Или заведем почитала Разберемся Так, ну тут Грубо говоря темно Заднего прикуривателя, как всегда, ни у кого никогда нету Если надо, найдем Если надо, найдем Прикуриватель будет в подарок, если надо Пока так пошел теститься Пока оно тестится Сейчас я ее заведу Пока оно холодное Мотор работает ровно Радиатор не видно, но он не забит камнями Все клипсы на месте Масло только поменяли Еще машина совсем на нем не проехала Сейчас заглушу Так, пока оно тестится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, легкие царапинки на бампере Также на мой телефар Вот здесь какой-то такой неприятный зазор Он возможно А здесь он тоже такой же Так, состояние кузова Явной коррозии нету Салон почти живой Что-то такое непонятно Так вот Сидение надорвано Так, стоп Полезло Не критично Потолок Потолок нормальный Саша, если ты захочешь машину Вот тебе колеса в подарок Ну и здесь так же ржавчинки никакой нету Все чисто, а лучше чем Skoda Прекрасная зимняя резина Практически на новых шипах Ну непосредственно сам мотор Сейчас попробуем завести Вот еще легкая ржавчинка Рай, а можно ее завести? Поворачиваются фары Свистит какой-то ремешок Ролик Ну непректично мотор Мотор работает ровно На днище Я особо ничего не вижу Ну Засунув руку Сейчас посмотрим Так В принципе нормально Смотрим Крашена она или нет Так Тут нормально Здесь нормально 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 Что это? А, это бампер Спешу Извините Я сейчас попросил О, легкий косачок Который я не заметил Щербинка Человек перед этим Осматривал автомобиль Я попросил паузу На пять минут Сейчас я быстренько Омерю ее И будем принимать Какое-то решение Ну, если очень быстро Делаю выводы Что автомобиль Не крашен А он уже закрытый Не могу показать Саше салон Стоим Так как мне на этой машине Еще ехать 2000 километров Решил я все-таки Заехать на СТО И посмотреть Что тут У нее Снизу Ой-ой-ой Сережа У тебя сварка есть? Сварка у меня есть А сколько будет стоить Подварить вот этот глушитель? Так, ладно Осмотр ходовой Так, шрусы целые Тут все хорошо Сейчас включу подсветку А чем такая Для народа? Три с половиной 2009 Стоял долго Ну, да Он на Ниссане Стоял сначала Наверху В салоне Ниссана Потом его загнали В подземелье Там аж пауки Завелись Под этим самым Под капотом Где нержавейка Где нержавейка Заржавела? Днище я сотрю Абсолютно нормальное Везде А, гофра А ну-ка Нержавейка Заржавела Ну, не сечет нигде Так, не Нержавейка Там же в середине И я смотрю Она уже мененная Так, что у нас тут Так, ну, мотор Не в масле Это уже хорошо Уровень Я с утра Проверял Так, вот этот ролик Наверное, свистит Эх, на удобные руки Засовываю Нормальный доз Единственное, что на этом СТО Не сможем проверить амортизаторы Так как стенды нет Это все остальное Пожалуйста Так, сейчас Не, ну, чисто технически сможем Но без стенды И, ну, чисто технически Да ладно, чтоб ты ни до чего не докопался Я не верю Я специально сюда ехал Чтоб ты до чего-то докопался Потому что ни одна машина Не проходила через Твои руки Чтоб ты какого-то косяка не нашел Глушитель не считается Я его первый увидел Это нормальный доз У меня, наверное, пробег небольшой 1120 Ну, почти 240 Она вся в родной краске Нигде ничего не крашено Нигде ничего не бито Единственный косяк Который мне не понравился Это Чуть-чуть репнуло сидение Ну, имеется ввиду Чуть-чуть репнуло Обшивка на сидении Если она Не посыпется В ближайшее будущее То кому-то повезло А что она посыпется? Когда стояла долго Ну, как сюда посыпи Раз ты же светишь Целый соленблок Начал чуть-чуть трескаться Ой, слово трескаться Ты на моей воле Смотрел трескаться Полтора года назад И до сих пор она все ездит Я же ничего не вижу Начал трескаться Это целый Целый, да Я же ничего не знаю Вот амортизатор Котснутый оденешь Котснутый в смысле? Вытек Вытек Так, есть косяк Амортизатор вытек Беда А этот Целый А этот Не вытек Ну, теперь не спеша Весь общий план Так, имеем косяк с глушителем Днище Все очень даже Живое Несмотря на то, что Автомобиль стоял Не, амортизаторы мы уже на Украине поменяем Ну, что влаги, где они будут очень дорого стоить Лагерем Мерседор Это А, это натяжка Я думаю, что ты ехал Ничего не должно стучать Вообще ничего не стучал Нет, так Тут даже на убитых машинах едешь по этим дорогам Оно ничего не стучит Заехал на Украину И сразу начинается Добрый день Кому-то повезло Нормально Нормально Хороший Надо что нам просто на поток поставить Для чего ты будешь заезжать Мы будем катализаторы вырезать Не, не, не Я в это не играю Почему? Ну, потому что машина же должна еще тихосмотр какие-то проходить обратно здесь А с вырезанным катализатором она уже его не проверит На некоторых я сюда приезжаю Если люди просят Я приезжаю Я прохожу тихосмотры Приехать Да, и сделать тихосмотр Ну, топливо плюс драйвер и все А, а сюда вот это сам Посмотрите, колодки Колодки Как? Так, а ну сейчас давай я засуну вот так Есть Ай, сильно близко не фокусируется Есть Голоска Так Здесь есть вот она Только начальная Через Щелочки Короче, амортизатор один Умер По крайней мере, вытек Да Соответственно А тут что, датчики положения кузова еще и спереди? Ну, это же пары регулированные Ах ты, уписятся Ах ты, наверное, пыльник поменялся Здесь Ну, видишь, вон грязь Вот это вот Она что-то же разбрызгивает А может в масло куда-то заехал Потому что, смотри, амортизатор-то чистый Вокруг колесо чистое Рычаг тоже чистый Я думаю, это где-то заехал на что-то Приветствую, да Ротынин собрали с бумагой Правильно? Правильно Все, кулик Уже Откатите там без меня Сзади колодки Дорога из Сталина в Пярну Уже проехал километров сто Есть небольшой косяк с температурой Я думал, она не поднимается Потому что я мало проезжаю Но, оказывается, она не поднимается Потому что Ну, не поднимается Потому что не поднимается Когда что-то там не так Ну, расход вот такой В среднем 4,8 5,1 Вот так вот Посмотрим, какая очередь На таможне в сторону Польши Это пропускной пункт Ягодын Я заехал со стороны Польши И вот начинается очередь В Польшу Ну, не такая и большая Но Бывает и гораздо поменьше А бывает и побольше Тетки ходящие по дорогам Ну, вот в принципе и все Вот и вся очередь Заключение истории по выбору Шкоды Но по итогу получился Опель Забыл сказать о том Что основная задача еще Заключалась в том Чтобы Владельца этого транспортного средства Сделать непосредственно хозяином Кто-то говорит можно Кто-то говорит не можно Но по факту могу сказать Что наша компания Умеет делать Собственником человека Не резидента Евросоюза Имеется ввиду Собственником транспортного средства У нас все получилось Ну, я думаю Видео отчет К тому доказательство Всем удачи Будут вопросы Звоните Обращайтесь Без внимания Мы вас в любом случае не оставим Продолжение следует...